Ламулечка, а ты хочешь вкуснятинку? Хочу. А что ты мне привез? Я тебе привез, что вчера я тебе не показал. Твои любимые, угадай, из Одессы. Креветки. Точно, креветки. Но я привез сыровее, а не варенее. Потому что, ну, варенее, они все равно пока довезоненные такие. Ну, тогда ты мне приготовишь, вот я взял рецептик, укроп, гвоздичку, душистый перец, ну, по чуть-чуть каждому, лавровый листик, пару зубчиков чеснока, а, и черного перца, и имбирь или пол лимона. Хорошо. Слушаюсь и повернусь. Ну, вот, ехал я с Одессы и думал, что же взять свои любимые вариски. Ну, и, конечно же, креветки. Это ее необычайно любимые. Она предпочтение любому другому блюду или любому другому развлечению отдаст перед креветками. А тем более, я пока лежал в больнице, вычитал, что они полезны, стабилизируют давление, а у нее повышенное давление. Плюс она худеет, и креветки очень активно обмену веществ содействуют, и при похудении их используют. И вот, когда я подошел к женщине, которая продавала креветки, она продавала и вареные, и живые. На привозе или где? На привозе, да. На привозе я прямо живые продавала. Ну, стал вопрос, я с ней посоветовался, она говорит, бери лучше живые. А я говорю, я, во-первых, не довезу их, а, во-вторых, я их никогда не готовил. Она говорит, ну, во-первых, вот тебе бутылочка с замороженным льдом, и довезешь нормально. А, во-вторых, вот тебе куча рецептов. Начала говорить, я писал-писал, устал. Говорю, я все не запомню и не разберу. Она говорит, не заморачивайся, вот тебе два простых рецепта. Как в Одессе, доброжелательные, прекрасные люди. И вот, она дала, вот тебе простой рецепт варки, вот тебе простой рецепт жарки. Вареные и жареные, жена будет довольна. Ну, я поблагодарил, приехал, и сейчас мы будем готовить. Вот, для начала мы берем кастрюлю, ставим на плитку, включаем, наливаем литр воды. Воды должно быть в два раза больше, чем креветок. Ну, если литр воды, то пол банки креветок мы туда сыпем. И высыпаем ложку соли. Пересадить их трудно, потому что, когда мы будем вытаскивать, мы их будем полоскать, лишняя соль уйдет. Ждем, чтобы она закипела. В воду мы добавляем специи. При добавке специй важно, чтобы не переборщить, чтобы специи не забили вкус креветок. Ну, вот такой кусочек лаврового листика, я думаю, будет достаточно. Вот, жена нам и приготовила. Немножко укропчика, чуть-чуть, у нас укроп сухой, чуть-чуть. Потом один душистый перчик, не буду я заморачиваться, вот такой я его разломаю, чтобы он лучше отдал. О! И несколько черных перчиков. Вот. Этого, я думаю, будет... Ага, и одну корешок гвоздички. Вот так, как... Ну-ка, я посмотрю. Все, как... О, а чесночка они добавили. Вот. Теперь мы зубчик чесночка, даже не чистя, его трошки разломаем, вот такой, и кидаем. Все, ждем, чтобы закипело, потом будем ставить креветки. Так, вода наша закипела, теперь наберем мы креветок, вот видите, как женщина, и эту, да, отсыпем, часть оставим на жарку. Будем все-таки два способа делать креветок. Вот такого. Вот это полкило, там 475 до полоски. Промываем мы их тщательно. Запаха у них нет, прекрасные. Женщина не обманула, хорошо. Вот еще на повод, по поводу лимона, мы можем его сдушить туда, а можем сбрызгать сверху лимонным соком. Женщина сказала, что она предпочитает лимонным соком сбрызгивать. Ну, доверимся ее вкусу. Высыпаем наши креветки сюда, ждем до закипения. Если переварить их, то они будут как резиновые, сказала женщина. Поэтому, как только закипели, сразу снимайте. И немедленно под холодную воду, потому что, если их так оставить, они продолжают вариться внутри, как яйца, например, но это еще сложнее. И зачем нам резиновые? Я же хочу жене угодить. Поэтому мы проверим. А ну-ка. Они уже покраснели. Еще не закипели, еще чуть-чуть. Ну вот, они вскипели. Что мы делаем сразу? Сразу мы их выливаем на дуршлаг. Вот. И так как они сейчас продолжают вариться, мы им холодной воды. Многие рекомендуют лед, но мы, думаю, без рда пойдемте, потому что это мелкие креветки. Это не такие. О! Вот цвет красивый. Даже красивее, чем те, которые продают. По-моему, хватит. Они уже не будут вариться. Они уже... Так, ну вот, мы их высыпаем в тарелочку. Для мамы это особо ценный продукт. За каждый рачок убьет. Так. Что тут? Это укропчик. Уберем. Он будет вид портить. Лавровый листик. Ну, пускай будет. Лавровый листик, он всегда с ним почистит. Все. О! Еще укропчик. Ну, все вроде бы и... слегка сбрызнуты соком. Вот такой. Так. Подавать уже не страстно. Можно не спешить. Можно хоть сейчас, хоть через час. Они холодные, даже вкуснее, чем теплые. Все. И мамочка, я тебе покажу... Вот твое блюдо. Зацени, как мы сделали по этому самому. По одесскому рецепту. Очень вкусно. Кто едет в Одессу, я всегда заказываю креветки. Потому что мне не надо ни пирожного, ни мороженого. Вот креветки, это мое любимое блюдо. Кто едет в Киеве, это киевский торт. Так что очень вкусно. Таких креветок я действительно еще не ела. Папа, ты гений, ты шеф. Так, какой гений. Спасибо той женщине, которая рецепт дала и убедила взять свеженькие. Я их хоть не люблю. И лимончиком пахнет. Ну так сбрызгал. Я не ставил в воду, а сбрызгал. Можно и в воду ставить. Но она сказала, что она так любит больше. Очень вкусно. Подписывайтесь, чтобы узнать следующий рецепт. Ивана Афанасьевича, жареные креветки. Так что спасибо вам за лайки, подписки. Спасибо. До свидания. Спасибо вам.